Мы предлагаем познакомиться с отрывками из книги «Мышонок и подснежник». Автор этой удивительной повести Денис Эдвардович Емельянов «Томский сказочник». Свою историю он придумал и написал в 2012 году для своей младшей дочери. Сказочная повесть «Мышонок и подснежник» состоит из 14 сказок о маленьком лесном мышонке, трогательном и добром, который познает огромный мир вокруг себя. Мышонок родился совсем недавно и был еще очень маленький. Он жил в норке с мамой и пока еще ни разу никуда не выходил. Каждое утро он просыпался, бежал в кладовочку и ел там вкусные зернышки. А потом, прижавшись тихонько к маме, мышонок слушал рассказы про то, что нужно быть осторожным. «Снаружи есть большой мир», — говорила мама. «Там много разных опасностей. Ты должен быть все время настороже. Там наверху живет кошка. Она большая, лохматая, с длинными когтями и острыми зубами. Если она поймает тебя, ты пропал. Поэтому, если увидишь такую лохматую с когтями, быстро беги и прячься в норку. Ты понял меня, малыш?» «Да, мама, я понял», — отвечал мышонок. «А еще там живет сова. Она умеет летать и всегда нападает сверху, совершенно беззвучно. А когти у нее даже больше, чем у кошки. И у нее огромные круглые желтые страшные глаза. Этими страшными глазами она видит ночью не хуже, чем днем. Поэтому, даже выходя из норки ночью, всегда надо смотреть, не грозит ли тебе сверху опасность». Мышонок лежал и думал. «Вокруг одни опасности. Какой он страшный, этот мир наверху!» И ему совсем не хотелось туда. «Мне хорошо и здесь», — думал мышонок. «Здесь мама». Но вот однажды утром мышонок услышал странный звук. «Кап-кап-кап». Мышонку стало очень любопытно. Он тихонько приблизился к выходу из норки и с удивлением увидел, что там что-то сияет. Завороженный подошел мышонок ближе и остановился. Он увидел, как что-то впереди сверкает и переливается всеми цветами. И вдруг это что-то сорвалось сверху и раздался тихий звук. Кап-кап. Перед самым выходом из норки выросла сосулька. Вот новая капля появилась. Налилась сиянием и светом. И заискрилась, как драгоценный камень. Вот и она сорвалась и пропала. И только раздалось эхом это непонятное мышонку. «Какая красивая!» — тихонько проговорил мышонок. И стал смотреть на нее, не отрываясь. Он долго смотрел на набегающие капли. Ему не хотелось шевелиться. «Если ты захочешь, я буду приходить тебе!» — предложил мышонок. «А можно я еще на тебя посмотрю? Почему ты не отвечаешь? Ты меня не слышишь?» — спросил мышонок и пододвинулся ближе. Он осторожно потянулся к новой капле своим маленьким носом. «Как?» — и капелька угодила ему прямо на мордочку. «Пррррр!» — мышонок отскочил в сторону и отряхнулся. «Какая холодная!» — подумал он и засмеялся. «Я приду завтра, а сейчас мне пора к маме!» — пропищал мышонок, убегая. На следующее утро мышонок проснулся, умыл мордочку лапками и сразу побежал к выходу из норки. Он шел осторожно и ждал, что на него опять может упасть холодная капля. Но вчерашнего кап-кап не было слышно. Сосулька исчезла. «Ушла!» — подумал мышонок. «Обиделась, что я долго не приходила и ушла. Ее нигде нет. Жаль, что я не увижу этих сверкающих шариков. С ними было так интересно!» Мышонку стало немного грустно. «Наверное, так часто бывает!» — думал он. «Если тебе понравился кто-то сверкающий, то он не хочет с тобой разговаривать, а потом оказывается таким холодным и уходит, даже не попрощавшись». Оказавшись у выхода из норки, мышонок осторожно выбрался наружу и огляделся по сторонам. Вход в его дом был совсем рядом, но все же мышонок уже не был под его защитой. «Вот он, мир!» — подумал мышонок. «Выход из норки притаился между корней старого пня. Рядом росла молодая сосна. Пожелтевшая прошлогодняя трава тихо качалась на ветру. Мох, сырой от талого снега, покрывал старый пень лохматой шкурой. «Как здесь много всего!» — подумал мышонок. «Какой он огромный, этот мир!» Вдруг кто-то тихо подул на него, и его шерстка приподнялась от этого дуновения. «Как приятно!» — зажмурился от удовольствия мышонок и тихонько спросил. «Ты кто?» «И еще раз на него подул кто-то приятный и теплый». «Кто же ты?» — опять спросил мышонок. «Это ветер!» — раздался тихий голос. Мышонок обернулся и увидел кого-то маленького, тоненького и зеленого. «Это ты говоришь?» — удивился мышонок. «Я Росток!» — опять раздался тихий голос. «Ты такой маленький, почти как я, и ничуть не похож на кошку!» — улыбнулся мышонок. Он тихонько подошел поближе, потянулся носом к Росточку и прошептал. «Ты совсем не страшный!» «Какой ты красивый!» — тихо проговорил Росток. «Ну, я побегу!» — смутился мышонок. «А то моя мама, она будет беспокоиться. Прощай, Росток!» Мама перебирала зернышки в кладовке. «Все хорошо, малыш?» — беспокойно спросила она, глядя на запыхавшегося от бега мышонка. «Где ты был?» «Я выходил смотреть на мир!» — ответил мышонок. «Ты не видел там ворон или кошку?» «Нет, их там не было. Зато там был такой маленький зеленый. Его зовут Росток». «А, это растения!» — успокоилась мама. «Они растут тут, возле нашей норки. Некоторые растения можно есть. Они бывают очень вкусные». «Мама, мне кажется, мы подружились!» — ответил мышонок. «Я не буду его есть. Друзей есть нельзя. Верно, мама?» «Ты прав, малыш. Друзей есть нельзя. А пока ложись спать. Уже поздно». Выправшись из норки на следующее утро, мышонок не сразу увидел своего друга. «Привет!» — раздался откуда-то сверху тихий знакомый голос. «Ой, как ты вырос!» — удивился мышонок. «Конечно!» — сказал Росток. «Ведь тебя не было так долго! Целую ночь!» «Мне мама всегда говорит, что когда ночь, я сплю и расту!» — согласился мышонок. «Когда я просыпаюсь, она говорит, как ты вырос, малыш!» «А мне кажется, что я совсем не расту. Я такой маленький. Вот и другое дело. Ты стал такой высокий и красивый!» «Спасибо тебе, малыш!» — сказал Росток чуть слышно. Мышонок стал приходить к Ростку каждый день. И они разговаривали о ветре, о голубом небе и облаках, о тепле солнечных лучей, обо всем. «Мне очень нравится пить!» — говорил Росток. «Когда я пью воду, я становлюсь сильнее. Я расту!» «А мне нравится солнце!» — улыбался мышонок. «Оно такое красивое, теплое! Только я не могу смотреть на него. Его лучи слипят мне глаза. И я люблю солнце!» — отвечал Росток. «Мне всегда хочется протянуть к нему свои листочки. Оно дает мне силы!» Зашло солнце, и как только его первые лучи коснулись старого пня, маленький мышонок заторопился к своему другу. Подходя к выходу из норки, он почувствовал незнакомый запах. Он был странный, новый и манил мышонка. Чем-то он был похож на запах мамы, уютный и добрый, только был очень тонкий и какой-то ласкающий. Мышонок потянул запах носом и выбрался наружу. Он увидел кого-то очень красивого, и этот запах шел от него. «Кто ты?» — завороженно спросил мышонок. «Я подснежник!» — раздался тихий знакомый голос. «А ты не видел здесь моего друга? Его зовут Росток. Я пришел к нему». «Это я, малыш!» — ответил подснежник. «Я вырос, и я дарю свой цветок тебе». «Ты стал такой красивый!» — сказал мышонок, и обижал подснежник кругом, чтобы получше его рассмотреть. «Мама! Мама!» — вернувшись домой, закричал мышонок. «У моего друга, у него вырос цветок! Он такой красивый! Теперь его зовут подснежник!» «Я очень рада, малыш, что у тебя такие красивые друзья!» — сказала мама. «Ты не обижай его! Подснежники очень нежные!» «Я и не собирался его обижать! Я с ним дружу!» — улыбнулся мышонок. Теперь каждое утро, выбираясь из норки, мышонок тянул носиком нежный аромат подснежника и усаживался рядом со своим другом. Часто они просто молчали, слушали, как шумит ветер в ветвях деревьев, как журчит ручей и о чем поют птицы. «Чтобы дружить, слова совсем не нужны», — думал мышонок. «Ну разве что в самом начале, потом они только мешают». Но однажды поутру, выглянув из норки, он не увидел прекрасный цветок подснежника. Нежный аромат тоже куда-то исчез. «Ты где, подснежник?» — пропищал мышонок, оглядываясь по сторонам и не видя своего друга. Его нигде не было. Вот только среди прошлогодних листьев виднелся маленький, скрюченный зеленый комочек. «Я тут», — раздался тихий знакомый голос. «Где ты? Где ты, подснежник?» «Я здесь», — прощептал зеленый комочек. «Это я, твой друг, подснежник. Что с тобой случилось? Почему ты стал такой маленький? И где твой красивый цветок?» «Я ухожу», — сказал подснежник. «Прощай, мышонок. Надеюсь, тебе было хорошо со мной». «Я не хочу, чтобы ты уходил», — заплакал мышонок. Он крепко обнял маленький зеленый комочек лапками. «Я тебя не пущу». «Не надо грустить, малыш. Я вернусь». На следующий год весной ты выберешься из норки и увидишь маленький зеленый росток. Ты узнаешь меня, и я снова подарю тебе свой цветок. Не плачь, малыш. Это будет очень красивый цветок. Не думай о расставании, думай о новой встрече. «Прощай, мышонок». «Мама, подснежник ушел», — тихо сказал мышонок, вернувшись в норку. «Я знаю, малыш. Цветы живут очень недолго, но приносят радость. Он обязательно вернется через год. Ты подрастешь и будешь ждать его, ведь он твой друг». «Да, мама, я буду ждать его, ведь он помогал мне открывать этот огромный мир наверху. Теперь я знаю, что там есть место не только для страха и опасностей, но и для солнца и красоты». Редактор субтитров — «Если кata я達у, все равно неcze. «Если ката януто,